Александр Станиславович, а тут еще вопросы есть. Я думаю, что готовы ответить. Александр Станиславович, а если бы у Вас было множественное время, то в какое время бы хотелось бы попасть? Ой, я бы только на ней ездил. Понимаете, вот я этим сейчас занимался, вот, в 17 век, вот я сейчас буду там рассказывать о новой книге, выяснилось, что, отправляясь в 17 век, я никуда не уезжал, я оставался здесь. Я просто этого не знал. Спасибо еще раз, простите за краткость, но это не моя вина, поверьте. Александр Станиславович, а у нас есть еще возможность пару вопросов на самом деле ответить, если Вы, конечно, желаете. Давайте еще один вопрос. Последний, да. Здравствуйте, а когда Вы начали занимать историю, что с какого времени, там, как можно Вы ее полюбили, стали ее специалистом? Вы знаете, я поступил в историко-архивный институт и уже рассказывал и сказал себе, что я никогда не буду историком, и это главное. Я думал, что у нас по институту ходил замечательный человек, замечательный. И мне про него все рассказали. Его первая работа в 20-х годах была о Шамиле. Шамиль как рождь национально-взвободительного движения на Кавказе. Но при Иосифе Иссавеновиче взгляды переменились, и Шамиль стал считаться агентом империализма. И он признал свою ошибку. Потом наступила война, и Иосиф Иссавенович поменял взгляды. И Шамиль стал снова национально-взвободительным движением. И он признал ошибкой в том, что он признал свое ошибку. Но в 49-м этот несчастный Шамиль снова стал агентом империализма. И он признал ошибкой в том, что он признал ошибкой, и в том, что он признал ошибкой свою ошибку. Вы понимаете, это и есть краткая биография советских историков. И я себе сказал, нет, там меня не будет. Я всего лишь писатель, пишущий об истории. Спасибо. Спасибо вам, Роман Галин. Спасибо.